так ребят еще генная для всех идея да вот спрашивают по поводу дополнительного заработка организация вот таких вот прыжков сейчас я вам все расскажу ко мне вот константин точнее я поехал константину он у меня заказала снарягу я ему привез на объекты я очень удивился насколько здесь все интересно устроено сегодня у нас хэллоуин в питере да все будут в костюмах здесь у нас везде везде лежали трупы ну и берите себе на вооружение вот такой опыт блин реально в каждом городе можно организовать такие интересные мероприятия и кстати и полезно и еще и зарабатываешь на этом у нас вообще сегодня в 2 базы короче это самые прыжки и в одну и в другую сторону типа то вы и устраиваем такие прикольники но клёво это у нас константин это заказчик я к нему приехал а у них здесь интересно движуха идет кстати сегодня у нас хэллоуин до последняя неделя октября да и выходные и вот движухи очень много ребят давайте я вам покажу что такое как правильно звать джампинг ролл джампинг ребята для себя или ты зарабатываешь слушай ну вообще в это как хобби это хобби скорее потому что мы на этом не сильно зарабатываем бывают такие конечно такие мелкие деньги но в основном мы откладываем в общак для поезда для всяких там покорения новых высот для кавказа подскажи пожалуйста если организовывать вот такие прыжки сколько обычно это стоит слушай это разные ценники зависит от высоты и от сложности объекта то есть чем выше тем дороже и само собой чем сложнее объекта тоже дороже предположим да вот здесь например ну предположим 600 600 человек за прыжок когда ты собираешь ну например 10 человек они в этот день все приезжают им все это организовывал сказывал по 600 рублей за прыжок хочет несколько раз прыгнуть там скидки проведет все равно там понижающий все ребят вот кто дополнительным заработком о смотрите полетел красавчик не успел заснять как он прыгал а где он прыгал то 4 а вот 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 ребят вот здесь вот они оттуда прям прыгают вообще ребята 30 метров вот так что это как говорится можно знаешь но это скорее больше для расслабона просто отвлечься от бытовухи от это будни будни скидь слушайте ну вот короче дополнительный заработок организуйте себе вот такое вот мероприятие собирайте знакомых друзей в любом городе найдутся люди кто хочет каких острых ощущений конечно но если кому-то не хватает после работы промышленного альпиниста острых ощущений вот и на самом деле 10 человек собрать но вообще не проблема вот тебе 6 тысяч рублей за день сам попрыгаешь сам работа кайфовая но но ребят все подходим очень очень аккуратно техника безопасности снаряжение веревки используем только новые никаких там бушных после после деревьев на самом деле на обновление уходит очень много денег на обновление снаряжения потому что ну да да это нагрузки большие высокие поэтому от этого веревки уходят отстроить гораздо быстрее чем просто от промышленного альпинизма так и у тебя же есть корочки ты все ну да да все это знаешь как правильно как что мне а короче групп джампера нету но корочки промышленного альпиниста то есть в принципе как бы ты разбираешься как навязывать узлы и разбираешься как вообще в сну каких-то таких вот движениях то вполне организуешь как да давайте делаем только тогда когда вы понимаете как сделать это безопасно много нюансов на которых можно очень сильно же обжечь и стоит и первые пару прыжков не сам никого берете мешок с песком весом 100 килограмм да да само собой тестовый груз тестовый груз его даже не один раз скидывайте а парочку раз если не уверен то уж парочка до парочку раз за партийте чтобы ну фиг его знает да с мешок с песком блин вас обезопасит а так всех поздравляю с нашим нерусским праздником но по фану поугарать можно продолжение да еще пару вопросов очень погода на влияет очень сильно погода на ветер дождь лучше лучше пропускать сколько народу нужно чтобы организовать ну если на опыте уже если ты его действительно опыте то нам хватает четверых человек чтобы вот так организовать конечно одному точно не потянешь один вот сто процентов не потянешь то есть это надо четыре человека которые четко-четко разбираются как веревки сто процентов потому что если кто-то ты находишься наверху а человек твой напарник находится внизу один другой напарник находится например в третьем месте и они должны все сконнектиться это само собой это рации четкое понимание что нужно то есть ты ему говоришь что-то по рации чтобы он это понимал как это сделать вот и если кто-то что-то нарушит технику безопасности там уже неминуемо печальные последствия может быть сейчас вроде как прыгать да будет вроде как там натянут сейчас готовится натягивают сейчас постараемся вам показать как это все происходит как и там да так же вот здесь скелетон потеряла нашла другой нормально нормально так вон там ребята спасибо все пока ребята готовятся вот уже они сейчас когда объявят натяжку а еще объявление да будут тянуть здесь да 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 ограничение какое-то по возрасту есть по возрасту определенное восемнадцать только старше восемнадцать потому что до восемнадцати это либо с родителями присутствие родителей которые скажут что да я там являюсь опекуном и типа вот разрешают добровольно что-либо это а после восемнадцати пожалуйста паспорт показывает что старше так натянули провис веревки ого это вы каждый раз туда забираетесь протягиваете веревки нет слушай не каждый раз не каждый прыжок а один раз завязались а потом уже дальше вытяжки спускаем репик вот обратите внимание что веревки вот через вот как эти там через блочки через блочки ну вот вот здесь она цепляется потом там еще потом туда да и вот там девушка сейчас будет у нас прыгать да вот сейчас как раз станцию контролят так вот это заряжает узлы контрольные все контрольные узлы сказали готовы можно прыгать все вот это такое девочка смотрим это это вот это вот вот и вот 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 как-то так. Так, ребята, давайте я вам покажу, что еще, да, чтобы у вас было понимание. Еще вот здесь помимо вот такие вот, а, у вас еще все по-грамотному, да? Да, обязательно, потому что, ну, это статика, веревка с динамиком. Ага, обе, да, и страховка, и это статика. Все статика. Два рига. О, у вас, блин, сколько у вас оборудования здесь на самом деле. Да, естественно, конечно, да, много. Потом еще там натяжку делать. Когда человек прыгает. Не, оборудование много уходит. Блин. Денег уходит очень много. Вообще на все вот эти прыжки. Ну да, согласен. На оборудование очень много уходит. Согласен. Поэтому я говорю, что на этом особо не заработаешься, так, прям, вот, колоссальные деньги. Но... Да, у ребят здесь все пецеловское. Блин. Не, вы вообще красавцы. Слушай, ты разорился на это все. Ну да, это вот тоже все, что необходимо, да, в основном. Это у нас что-то здесь используется на другие объекты, короче. Это, то есть, что-то используем на другие объекты. Мы возим всю снарягу. Так, здесь, например, столько снаряги надо. В другом объекте больше снаряги, например, нужно. Ну, то есть, на высоких объектах побольше снаряги надо. Вот здесь одному человеку веселее всякого. Ладно, еще... И самое главное, никакого алкоголя. Никакого алкоголя вообще. А, вот это тебе, вот это супер совет, кстати. Ни разу я этого не говорил. Ребят, алкоголь в нашем деле вообще нигде не присутствует. Вообще ни с деревьями, ни в ко... Если хочешь алкоголь, то дома аккуратно. И даже низовы с пахмелоном нахер такие не нужны. Это да, это определенно. Даже если вчера пили, ребят. Вот все-таки ваше здоровье, ваша жизнь. Так, еще раз Константину спасибо. Дай я тебе руку пожму. Спасибо, что показал. Все, желаем всем хорошего дня. Да, да. Так по фану поугарать можно. Да, ребят, всем пока. Нашему арбористу новому привет и удачи.